Друзья, на официальном сайте киберпанка, киберпанк.нет, разместили полное изменение, точнее список полных изменений в патче 1.2 в киберпанке. Ну что ж, давайте прочитаем основные. Игровой процесс. Значительно увеличивается расстояние, на котором появляется полицейский при совершении игровых преступлений. Понимаете, да? А то бывало так, что они просто, значит, рендерились прям за спиной. В настройке управления добавлен ползунок чувствительность управления транспортом. С его помощью можно снизить скорость смены направлений на всех транспортных средствах и устройствах ввода. В первую очередь это предназначено для тех, кто используется клавиатурой. Код, отвечающий за смену направлений транспорта, отрегулирован так, чтобы низкая или очень высокая частота кадров не влияла на плавность управления. В первую очередь это изменение будет заметно на базовых консолях второго поколения. У всего транспорта появилась функция раскачки и поворота. Используйте левый джойстик, клавишу AD или WS или Shift-Ctrl слева, чтобы раскачать или развернуть застрявшее транспортное средство и продолжить путь. У некоторых машин отрегулирована модель вождения, управление ими и менять направление движения стало проще. Управлять ими и менять направление стало проще. Исправлена ошибка, из-за которой при использовании импланта Берсек прицел двигался сам по себе. Отрегулирована скорость стрельбы и, значит, собственно, именно стрельбы с вертолета в ходе задания «Любовь как мотив». Полицейские машины больше не исчезают в тот момент, когда вы садитесь в машину керри в ходе задания «Буря и натиск». Исправлена ошибка, из-за которой система запуска снарядов восстанавливалась мгновенно. Союзники больше не реагируют на столкновения с ними. Исправлена ошибка, из-за которой схваченные противники произносили реплики, как при столкновении с игроком. Имплант Зетотех Сандвистан, ну, короче, произнести это сложно. Теперь корректно замедляет время. Больше нельзя избежать урона, нажав на кнопку скольжения перед падением с большой высоты. Больше нельзя добивать гражданских руками гориллы. Исправлена ошибка, из-за которой машины при столкновении могли оттолкнуться слишком далеко. Если вы теперь поднимаете труп, на котором есть предмет для задания, этот предмет будет автоматически добавлен в снаряжение. Исправлена ошибка, связанная с некорректными реакциями пешеходов, убегающих от транспортного средства игрока. Значит, выполнив захват или подняв противника, который горит, или находится под эффектом МИ, вы теперь можете получить соответствующий эффект. Ну и вот тут, блин, смотрите, сколько изменений. Посмотрите, тут вот это количество, это самый большой патч Киберпанка за все время. Просто огромнейший патч, он вышел только сегодня. Это были только изменения, я даже не прочитал, наверное, треть в игровом процессе, потом есть изменения в заданиях и так далее, тому подобное. То есть, в общем-то, Киберпанк выходит, если действительно, потом есть изменения в открытом мире. Смотрите, сколько изменений. Потом изменения в окружении и уровне, в графике, звуке, анимации. Друзья, короче, можно смело считать потом в стабильности и производительности изменения, в разном еще, изменения для ПК, изменения для консолей. Друзья, короче, вот сегодня можно считать, что Киберпанк вышел. Да, что Киберпанк вышел 29 марта, ну, почти в апреле 2021 года. Вот настолько много изменений. Друзья, ссылка на изменения, весь список изменений в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok